Храм-памятник построили на народные средства. На его стенах мраморные плиты с именами ушедших в вечность, как напоминание о подвиге нашего народа. Месяц назад храм атаковал вражеский беспилотник. Взрыв повредил кровлю и декоративные элементы. И вот за такой короткий срок усилиями правительства и предпринимательского сообщества храм удалось полностью восстановить. Для замены повреждения более 7 тонн материалов подняли на высоту в 35 метров. В рекордно короткие сроки специально был отлит кирпич, чтобы он не отличался от того, из которого построили основную конструкцию. Искали каменщика, который сможет сохранить первоначальные сложные архитектурные формы и оригинальные решения. Медную крышу, семь кокошников и изразцы отреставрировали всего за месяц. В результате духовной святыне удалось вернуть изначальный облик. Сегодня мы радуемся тому, что это тоже победа. Победа жизни над смертью. Победа торжества нашей веры в то, что Россия устоит. И уврачуясь все раны, как мы уврачевали эти раны на храме святых первоироковных апостолов Петра и Павла. На самом деле он же один из самых красивейших храмов Белгородщины. Очень много туристов приезжает и отмечает, конечно, что необычное построение, постройки храма и очень красивый. Мы, конечно, были очень расстроены, когда наш такой красивый храм был поврежден. Ну, слава Богу. Я тоже думаю, что это чудо, опять же, не без участия Господа Бога. Это все его воля, все, что получилось, все, что восстановилось потом. Потому что сколько бы ни делали вреда и зла, все это исправится, все вернется на круги своя, все будет так, как нужно. Если будешь делать зло, все равно добро победит. И вот она победила здесь у нас, на нашем Прохоровском поле. Прохоровском поле.